Валентина Рындина свой двор холит и лелеет. Несмотря на усилия, в последнее время назвать его благоустроенным сложно, утверждает пенсионерка. Из окон 63-го дома открывается вид на контейнерную площадку, да и та без бордюров и подъезда к ней. А недавно, после проведенных работ по устранению порыва трубы, жители лишились последних признаков цивилизации – газона и тротуара. Вот ходим, если дождь, цветы, погрязи, пожиже, дойти невозможно. И вот сейчас, несколько дней назад, опять что-то произошло, опять все разрыли, и опять вот там написано, да, что наши контейнеры бросили опять на газон напротив 63-го дома. Просьба у Валентины Рындиной скромная – перенести контейнерную площадку подальше от окон и благоустроить тротуар. На приеме было решено включить этот двор в городскую целевую программу «Двор, в котором мы живем». Беспокоят жильцов злополучного дома и два самовольных киоска. Суд давно постановил их снести, однако вывозить их никто не торопится. В департамент потребительского рынка позвонили прямо на приеме. Район пишет им о том, что да, выявлено, два самовольных киоска включены в реестр для последующих демонтажа при выделении департаментом потребительского рынка специализированной техники. Просьба выделить? Нет, вне очереди. Всего с начала этого года депутат Госдумы принял в Самаре более 50 граждан. Проблемы половины из них уже удалось решить. Чаще всего люди жалуются на правоохранительные органы, жилищные условия или плохую работу ЖКХ. Евгения Белова, Сергей Баскин. События.